Продолжение следует... Продолжение следует... И Сергей как-то... Ну, уже следующее поколение. Поэтому существует какая-то мистическая связь, и это подтолкнуло нас сделать совместную такую лекцию. У нас сегодня будет два выступления. Александр Пивоварский пару слов скажет о Биарди и его новых задачах и стратегиях, которые будут реализовываться в ближайшее время. И потом Сергей Гуриев выступит со своей лекцией. Александр, пожалуйста. Добрый вечер, коллеги, дамы и господа, господин посол. Добро пожаловать на наше мероприятие. Мы очень рады, что мы смогли его организовать и привлечь нашего нового главного экономиста Сергея Гуриева на это мероприятие. Но до того, как мы ему дадим слово, я попросил возможность использовать это для того, чтобы вам немножечко рассказать о ЕБРР и о нашей работе в Республике Беларусь. Не все, может быть, еще знают ЕБРР, хотя мы довольно активно работаем в Беларуси, поэтому несколько слов о нас. Мы международная финансовая организация, которая была основана в 1991 году для содействия перехода стран Восточной и Центральной Европы к рыночной экономике. Включая в то время, это еще был Советский Союз, который как раз в процессе формирования нашей организации рассыпался на 15 стран. На сегодня банк насчитывает 67 акционеров, крупнейшими из которых являются страны ЕС совместно, США и Япония. С момента основания ЕБРР мы значительно расширили свою географию операции. Мы со временем добавили Монголию, и потом после уже кризиса 2008-2009 года и арабской весны мы также добавили страны бассейна Средиземного моря, несколько стран в этом регионе. И тоже еще до кризиса 2008-2009 года одна из наших стран уже, так сказать, выпустилась, Чехия уже стала взрослой в каком-то смысле, и уже она не является нашей страной операции, хотя продолжает являться страной-членом, и у нее еще есть портфель определенной операции с ЕБРР. В Минске мы открыли наш офис в 1994 году, и за это время наш банк в Беларуси стал одним из самых крупнейших институциональных инвесторов, я немного об этом расскажу тоже. Ну вот здесь вы видите немного статистики, у нас 4 основных направления финансовой деятельности, мы работаем с энергетикой, финансовым сектором, промышленностью, агребизнесом и инфраструктурой. Приблизительно где-то за каждое из этих секторов отвечает где-то за четверть нашего портфеля. Ну и тоже вы видите здесь по объемам в разных регионах операции Беларусь входит в Восточную Европу и Кавказ, который в принципе довольно важный регион для нашего банка. За все годы существования ЕБРР мы совершили почти 5000 проектов и кумулятивный объем инвестиций 117 миллиардов евро. В основном в частном секторе, вообще для нас задача основная, чтобы большинство наших проектов было в частном секторе или поддерживало трансформацию экономики и увлечение пропорций частного сектора. В Беларуси за это время мы сделали 83 проекта в районе 2 миллиардов евро и доля частного сектора здесь была даже выше, выше 90%. Я скажу несколько слов об этом сейчас, когда мы перейдем к следующему слайду о нашей предыдущей стратегии и новой стратегии в Беларуси. До прошлого года, до сентября прошлого года наша стратегия была в какой-то мере ограниченной. Мы работали в основном по содействию развития частного сектора экономики, коммерциализации финансового сектора и повышения энергоэффективности и устойчивости муниципальной инфраструктуры. В муниципальной инфраструктуре тоже у нас был довольно ограниченный набор операций. Мы работали в небольших городах по водоснабжению, в основном в городах, в которых вода уходит в бассейн Балтийского моря. И те, кто знают нас, знают, что наша стратегия была так называемой калибрированной стратегией, и мы практически не могли работать во многих секторах, в которых активно работает государство. Но наша новая стратегия стала уже обычной стратегией. Утверждена она была нашим бордом в сентябре, как я уже сказал. И эта стратегия, кроме уже существующего важного направления в Беларуси, это повышение конкурентоспособности реального сектора экономики, поддержки частного сектора, тоже была расширена. Теперь мы можем работать в сфере приватизации, повышение качества и устойчивости других секторов инфраструктуры, не только муниципальные инфраструктуры, также дорог и потенциально энергетические инфраструктуры, транспорта и так далее, аэропортов. То есть, в принципе, любые направления деятельности банка, как в других странах, и так как в Беларуси эти сектора еще только начинают свою коммерциализацию, для нас есть очень большой потенциал поддержки реформ, изменений в Беларуси в различных секторах. Какие услуги мы предоставляем? Значит, у нас есть финансирование через программы с банками-партнерами, и в Беларуси у нас довольно много банков-партнеров, есть частные банки, государственные банки, сейчас Белинвестбанк, мы начинаем работать с Москва-Минскбанком, есть тоже из предыдущих лет программы с государственными банками Российской Федерации. Через банки-партнеры мы предоставляем кредиты для малых и средних предприятий, финансируем различные проекты по энергоэффективности через частный сектор, программа поддержки женского предпринимательства, программа разделения рисков. Это наш новый продукт, и первый кредит по этой программе был предоставлен в конце прошлого года. Также мы напрямую финансируем частный бизнес, предоставляем долгосрочное долговое финансирование проектов и участие в капитале в качестве миноритарного акционера. И кроме того, у нас очень активная программа по предоставлению консультаций малым и средним предприятиям. Мы поддерживаем частный бизнес через доступ к ноу-хау, предоставляем услуги местных консультантов для малых и средних компаний, которые только начинают расти, а также проекты с международными экспертами для средних компаний с высоким потенциалом роста. Несколько слов в заключении о наших проектах, примерах наших проектов в частном секторе. Мы поддерживаем, очевидно, очень важный для экономики сектор деревообработки. У нас есть проекты с международными компаниями в этом секторе, с краноспаном, в МГ-индустрии, в разных городах Беларуси. Мы поддержали работу Штадлера в Минске. И также еще один пример в частном секторе – это предприятие по производству игрушек «Полесия». Несколько слов о государственном секторе. Как я уже сказал, мы работаем с муниципальным сектором по модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, но тоже уже больше года работаем с Белинвестбанком, предоставляя кредитование этому банку. Также сейчас подходим к новым инструментам, которые уже будут приближаться к акционерному капиталу с такой целью, чтобы подготовить этот банк к его приватизации со временем или к привлечению стратегического инвестора. Мы также работаем по подготовке проекта по реконструкции дороги М10 через механизм государственно-частного партнерства и изучаем возможности участия в подготовке предприятий реального сектора к приватизации. И несколько примеров наших проектов, где мы предоставили консультации для бизнеса. Это известная, я думаю, многим компаниями в Беларуси. Это Марк Формель в швейной промышленности, Буслик, торговля товарами для детей, кафе в Минске, гараж, и информационная технология компания ScienceSoft. На самом деле таких партнеров у нас очень много. В прошлом году их было в районе 70 только за один год. И это лишь такие примеры для того, чтобы вы знали, с какими компаниями мы работаем. У нас всегда открыта дверь, мы готовы общаться. Мы общаемся не только по бизнесу, но тоже обсуждаем бизнес-климат. Мы пытаемся помочь правительству подумать о стратегиях реформ. Мы поддерживаем развитие бизнеса в сфере консультации и так далее. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, вопросы, то вы можете к нам обращаться в любое время в будущем. Ну а теперь, если, может быть, я не буду уже открывать, давать возможность задавать вопросы. Если есть вопросы, мы можем поговорить уже в конце, после презентации Сергея. Потому что, еще раз хочу сказать, мы очень рады, что Сергей смог приехать. У него очень интересный доклад, который имеет интересные такие последствия для будущего Беларуси. И я надеюсь, что он с нами поделится своими идеями. Спасибо большое за приглашение. Для меня большая честь приехать сюда, увидеть так много старых друзей, новых лиц. Спасибо за внимание к нашей работе. Это действительно ежегодный доклад ЕБРР о переходном процессе, так называемый Transition Report. Этот доклад больше не переводится на русский язык, но, тем не менее, у нас есть презентация на русском языке. И мы договорились, что я буду говорить по-русски. Это первый доклад, который посвящен вопросам неравенства, распределениям доходов, вопросам того, кто выиграл и проиграл от реформ. И действительно, как правильно сказал Александр, эти вопросы крайне важны для понимания того, что происходило в Беларуси, и на самом деле того, что будет происходить в Беларуси. Может быть, у нас будет отдельное время поговорить об этом. Это доклад, который смотрит не на средние показатели, типа роста ВВП или среднего дохода. Это доклад, который смотрит на то, что произошло с самыми богатыми, с самыми бедными, со средним классом, с более образованными, менее образованными людьми в нашем регионе операций. Мы считаем, что то, что мы делаем в этом докладе, интересно не только тем людям, которые живут или работают, или инвестируют в нашем регионе. Мы считаем, к сожалению, что тот опыт, который был удачным или неудачным в наших странах последние 20 или 30 лет, является полезным и для развитых стран. Многие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются развитые страны, в том числе проблемы, которые приводят к неожиданным политическим изменениям, это те самые проблемы, с которыми столкнулись наши страны. Страны, в которых выигрыш от реформ был распределен неравномерно. Большинство людей начало сомневаться в полезности реформ, что привело к власти популистов, которые, в свою очередь, обратили реформы вспять. Некоторые из них сделали так, что они ограничили политическую конкуренцию, сделали так, что с ними стало трудно бороться на выборах. Посмотрим, что будет в западном мире. Но, тем не менее, эти уроки, безусловно, крайне важны. Это уникальный отчет в том смысле, что он основан на новом раунде опроса Life in Transition Survey. Жизнь в переходном периоде. Это опрос более 50 тысяч домохозяйств в 34 странах, примерно полторы тысячи домохозяйств в каждой стране, репрезентативная выборка в каждой стране. Первый раунд опроса состоялся в 2006 году, второй раунд опроса состоялся в 2010 году. Что мы сделали в этом году? Мы провели опрос в тех же местах, где мы проводили опрос в 2010 году. Поэтому у желающих проводить исследования есть масса материала для того, чтобы посмотреть, как изменились отношения к реформам, отношения к рынку, удовлетворенность с жизнью, доверие друг к другу в одном и том же месте в той или иной стране. Как вы видите, это выборка, которая покрывает почти все посткоммунистические страны, за исключением Туркменистана, где мы традиционно не проводим этот опрос. А также несколько стран без посткоммунистического наследия, в данном случае это Германия, Греция, Италия, Кипр и Турция. Я бы хотел сказать, что у нас помимо главного отчета, отчета Transition Report, есть еще другой отчет, Life in Transition, который можно почитать онлайн, который можно сгрузить. Это отчет, который описывает сам опрос, сами данные, а также на самом деле опыт отдельных стран. И для каждой страны там описано, чем именно эта страна отличается от других. Например, Беларусь – это страна, в которой люди считают, что коррупция низкая. В других странах люди в гораздо большей степени озабочены проблемой коррупции, чем Беларусь, например. Этот доклад на самом деле имеет специальную главу о качестве государственных институтов, о коррупции. В этом году мы проводили опрос вместе с организацией Transparency International, вставили больше вопросов о коррупции. Мы также написали отдельную главу здесь о равенстве возможностей между мужчинами и женщинами, отношению к роли женщины в экономике, в обществе. И в этом смысле это тоже целый ряд интересных результатов. Ну и отдельная глава об этом отчете посвящена Греции. Если у вас будут вопросы, я расскажу об этом. На самом деле это уникальный эпизод в наших странах операций. Страна, которая столкнулась с огромным экономическим кризисом, в некотором виде сопоставимым с тем, что посткоммунистические страны прошли в 90-х годах. Отчет состоит из четырех глав. Я не верю в 90-минутные выступления, постараюсь уложиться в 40 минут, что означает, что я, к сожалению, не смогу в деталях рассказать обо всех наших результатах. И те из вас, кто успел получить копию доклада, могут ознакомиться с большим количеством таблиц, графиков интересных результатов. Там действительно много интересных результатов, но я постараюсь рассказать как можно больше. Первая глава доклада посвящена анализу влияния перехода к рынку, который мы определяем как примерно последние 27 лет в наших странах операций, на доходы людей, на доходы самых бедных, на доходы самых богатых, на доходы среднего класса. И мы задаем вопрос, кто выиграл, кто проиграл, кто смог сократить отставание по доходам от жителей богатых стран. И если сказать о том, что произошло, вот эта цифра 44%, это на самом деле один из главных результатов доклада. В среднем переход к рынку был большим успехом. Но этот успех, это не то, что увидело большинство жителей нашего региона. В среднем в нашем регионе 44% могут сказать, мой доход теперь стал ближе к доходу жителей богатых стран. Для 56% доходы либо падали, либо росли, но росли так медленно, что их отставание от жителей развитых стран увеличилось. И это то, почему средние величины обманчивы. Вы можете попасть в ситуацию, где все выгоды от реформ достаются меньшинству, а не большинству. И тогда не надо удивляться, что большинство голосует против реформ, и что к власти приходят политики, которые сворачивают реформы, которые, в принципе, эти самые реформы, несмотря на то, что эти самые реформы приносят выгоду с точки зрения экономического развития. Начну я с графика, который не имеет прямого отношения к переходной экономике, хотя на самом деле здесь есть связь, но люди обычно об этом не догадываются. Это так называемый слон Милановича. Если вы долго будете смотреть на этот график, вы действительно увидите в нем слона. Точка С – это поднятый хобот слона. Точка А – это голова слона. Точка Б – это нижняя точка хобота слона. Это график, который является, в принципе, основным графиком из книги Милановича «Global Inequality», вышедшей в прошлом году. Это график, который показывает, как разные части мирового распределения дохода росли с точки зрения их доходов. Например, точка С – это точка, которая говорит о том, что верхний перцентиль, топ-1% в мире, верхний перцентиль дохода увидел рост в 60% дохода за 20 лет. То есть от 20 лет между 1988 и 2008 годом верхний 1% мирового распределения богатства выиграл 60%. Средний выигрыш мирового населения, средний рост доходов за эти 20 лет составил 25%. Примерно столько – это пунктирная линия. Точка А и точки вокруг точки А показывают, что люди, которые относятся к глобальному среднему классу, ну это, грубо говоря, средний класс и богатые люди в развивающихся странах, успешных развивающихся странах. Это люди, которые выиграли еще больше, чем самые богатые люди в мире. Их доходы росли еще быстрее. Даже самые бедные люди в мире обнаружили, что их доходы выросли, пусть и не так быстро, как доходы в среднем мире. Но, тем не менее, даже у самых бедных доходы росли. И в целом это были хорошие 20 лет для мира. Средний глобальный гражданин видел, что доходы растут. Глобальная неравенство сокращалось. Но, как ни странно, это не имело места для всех. Точка Б показывает, что были люди, примерно находящиеся во втором децеле глобального распределения, были люди, у которых доходы в реальном выражении вообще не выросли. Часто люди, которые смотрят на этот график, говорят, ага, это и есть люди, которые голосовали против эстеблишмента в прошлом году в Америке и в Англии. Это и есть люди из нижнего, среднего класса, которые взбунтовались против системных кандидатов. На самом деле все не так просто. Даже в Америке, если у меня будет время или если у вас будет интерес, я вам покажу такой же график для Америки, даже у самых бедных людей в Америке доходы выросли. Этот нулевой рост, это на самом деле такие страны, как Япония, Италия и наши страны, страны с переходной экономикой. Потому что в наших странах с переходной экономикой есть много людей, доходы которых не выросли или даже упали за это время. Тем не менее, этот график в целом говорит о том, что если мы просто будем говорить о росте благосостояния на 25% за 20 лет, это ничего не скажет нам о настоящих изменениях в мире за эти 20 лет. И поэтому такой график имеет значение. Мы построили такой график для всех переходных экономик. Вы видите, на этом графике очень трудно увидеть слона. Это слон с очень длинным хоботом. Верхняя линия – это рост доходов за 27 лет между 1989 и 2016 годом. У этого слона тоже есть поднятый верх хобот. Это верхние 5% распределения доходов жителей наших стран. Самые богатые люди в наших странах – это люди, которые в большей степени выиграли от перехода к рынку. Средний рост доходов составил примерно 60%, а люди в верхних 5% выиграли 110%. Это люди, которые выиграли больше других. Самые бедные люди в нашем регионе тоже выиграли больше среднего. Это на самом деле тоже неудивительно. Это люди, живущие в самых бедных посткоммунистических странах, например, в Центральной Азии. И, как ни странно, в экономике есть и продолжает работать закон, что если страна бедная, она должна расти с более высокими темпами, потому что ей легче расти. И поэтому неудивительно, что самые бедные люди тоже увидели доходы, которые росли быстрее, чем в остальных странах. А средний класс рос медленнее, чем 60%. И мы видим, что для некоторых людей рост доходов составил примерно 20% за 27 лет, что, естественно, не является большой величиной. На этом графике, на самом деле, еще более важную роль играет самая нижняя линия. Это линия, где мы смотрим на рост первые годы перехода к рынку, с 1989 по 1996 год. И здесь мы видим, что выигрыш от реформ достался верхним 5% населения. А нижние 95% населения в эти годы видели только отрицательный рост доходов. Это важный результат, потому что, когда мы разговариваем с нашими западными партнерами, они ведь в основном разговаривают с людьми, которые разговаривают по-английски, у которых есть достаточно денег, чтобы ездить. И у них получается такая немного смещенная картина, потому что именно самые образованные, самые богатые жители наших стран это те люди, которые даже в самые первые годы увидели возможности и реализовали их. И вот то, что происходило в первые годы переходной экономики, действительно было достаточно болезненно. Люди, которые сидят здесь, наверное, и так это знают. Но, тем не менее, интересно, насколько мы можем увидеть это в данных. Вот слон Милановича для типичной страны в нашем регионе, для России. Я сейчас покажу такой же график для Беларуси. Но Россия здесь особенно интересный случай. И вот почему. Мы больше не видим никакого слона, мы видим график, где средний уровень дохода, средний темп роста дохода был примерно 70%. Это неплохой рост. За 27 лет это означает, что рост доходов был примерно на 2% в год, на 3 даже почти процента в год. Это быстрее, чем в развитых странах. То есть в среднем в России доходы росли быстрее, чем в странах Западной Европы или Америки. Но сколько россиян могут сказать, вы мне говорите про средний рост 70% за 27 лет, в какой мере это относится ко мне? И правильный ответ, к сожалению, заключается в том, что лишь верхние, самые богатые 20% россиян могут сказать, да, мой доход вырос на 70% или больше. А 80% россиян скажут, 70% это цифра из статистики. Я не видел такого роста доходов в моем кошельке. И более того, если мы посмотрим на самых бедных россиян, их рост доходов был отрицательным. То есть те люди, которые находятся сегодня в самом низу распределения доходов, их доходы ниже, чем перед началом реформ. Вот кажется, что этот график вполне естественный, что у нас есть возрастающая кривая, которая резко подскакивает вверху. Как ни странно, в Латинской Америке этот график выглядит совсем по-другому, в Турции он выглядит совсем по-другому. В Турции рост является гораздо более инклюзивным, где от экономического роста последних 27 лет выиграли средний 80%. Но, впрочем, и самые бедные, и самые богатые выиграли почти столько же. В Бразилии или Чили бедные выиграли больше, чем богатые. И так далее и тому подобное. Но в наших странах вот такой график является типичным. И опять-таки, если посмотреть на нижнюю кривую, то за первые годы положительный рост доходов мы видим в России только у верхних 15%, у остальных отрицательный рост. Еще одно интересное наблюдение, которое тоже является типичным для всех этих стран, заключается в том, что эта кривая и эта кривая практически параллельны. То есть основной рост неравенства произошел в первые годы после реформ, а потом доходы росли более-менее параллельно. Вот график для Белоруссии. На первый взгляд он выглядит ровно так же. На первый взгляд это, опять же, такой возрастающий график с резким ускорением для верхних 20%. Но здесь есть несколько важных отличий. Во-первых, средний уровень немножко выше, чем в России, 80%. Во-вторых, даже для самых богатых, хотя их выигрыш больше, чем в среднем, но на самом деле не намного больше. Речь идет о 100% вместо 80%. А в-третьих, даже для самых бедных, их выигрыш не намного меньше, чем в среднем. Речь идет о 60%, а не 80%. И в этом смысле, действительно, Беларусь прошла этот путь с гораздо меньшим ростом неравенства, в том числе с гораздо меньшим увеличением количества богатых людей. Ну и бедных людей в том числе. Нижний график тоже говорит кое о чем. В первые годы реформ. От реформ в Беларуси проиграли все, что, наверное, и объясняет результаты голосования в середине 90-х годов. Я скажу так, что, в принципе, такие графики на веб-сайте лежат для каждой страны и не только для стран нашего региона. Поэтому, если вы пойдете на веб-сайт, можете посмотреть, что там происходит. Чтобы не рисовать каждый график для каждой страны, мы положили их на одну диаграмму. Эта диаграмма имеет два цвета. Каждый из этих, каждый столбик рассказывает нам о том, сколько людей выиграли больше, чем в среднем и меньше, чем в среднем. И вы видите, что типичная картина, это действительно картина Беларуси или России, где верхние 20 или 30% выиграли больше, чем в среднем, нижние 70 или 80% меньше, чем в среднем. При этом, как я уже сказал, условно, в Турции, вот, например, наша страна операций Турция, выигрыш от реформ в большей степени достался широкому среднему классу, а не самым богатым и самым бедным. В среднем, если мы посмотрим на посткоммунистические страны, то вот эти самые верхние выигравшие, это примерно 27% населения. Есть и тот вопрос, о котором я говорил раньше. Если мы зададим вопрос не просто о росте больше или меньше среднего, но о росте с точки зрения более быстром или более медленном росте по сравнению со странами Большой Семерки, например. Здесь у нас на этой диаграмме три цвета. Зеленый цвет означает, что вы растете быстрее, чем богатые страны, то есть расстояние между вами и ними сокращается. Желтый цвет означает, что ваш доход растет, но недостаточно быстро, так что расстояние между вами и богатыми странами растет, не сокращается. А красный цвет означает, что ваши доходы за эти 27 лет не выросли, а упали. И вот, например, Украина – это как раз такой пример, где практически для всех слоев населения доходы за эти годы упали. Напомню, что мы здесь говорим о перцентилях, то есть самые богатые 20 или 100 человек, скорее всего, не попадают в эту выборку. И здесь как раз, как я уже говорил, у Белоруссии, как и у Польши, есть преимущества. Все люди могут сказать, да, мои доходы росли достаточно быстро, так что мы сократили отставание по доходам от граждан Большой Семерки. Хотя в целом в нашем регионе речь идет о меньшинстве, только 44%. Когда я говорил о том, что данные показывают, что неравенство за последние 20 лет практически не изменилось, основной рост неравенства был в первые годы реформ, на самом деле это не то, что думают люди. Поэтому мы регулярно опрашиваем людей, спрашивая их, как вы думаете, неравенство выросло или сократилось, скажем, за последние 5 лет со времени проведения нашего предыдущего опроса. И вы видите, что на этом графике по вертикальной оси отложено количество людей, которые говорят, что выросло, минус количество людей, которые говорят, что сократилось. То есть все точки, которые выше нуля на этом графике, это страны, в которых большинство считает, что неравенство выросло. Ниже нуля у нас есть одна страна, Таджикистан. Слева или справа – это изменения в официальных показателях неравенства. Грубо говоря, если это минус 4, это означает, что коэффициент джини, который измеряет неравенство от нуля до 100, упал на 4 пункта за 5 лет. И мы видим, что есть много стран, в которых неравенство немного выросло, немного сократилось, но большинство стран имеет такое свойство, что большинство людей в них считает, что неравенство выросло. Что это означает? Либо у людей неправильное восприятие, либо статистические данные неверны. И можно, конечно, говорить и о том, как современные медиа не обязательно, современные СМИ не обязательно объективно отражают реальность, но надо упомянуть, что статистические данные, как и наши опросы, основаны на опросах домохозяйств. В эти опросы, как правило, не попадают ни самые бедные, которые живут на улице, ни самые богатые, которые ездят на Сейшелы. И в этом смысле... Я не про Павла, Павел с нами, он не уехал на Сейшел. Мы просто обсуждали Сейшел. И в этом смысле, когда мы спрашиваем людей о неравенстве, очень часто мы говорим не о неравенстве, а о концентрации богатства на самом верху. И недаром одним из бестселлеров в этой области была книга Тома Пикетти «Капитал в 21 веке», который в целом говорил скорее не о неравенстве, а о разрыве верхнего 1% и остальных 99%. И в этом смысле мы посмотрели и на богатство миллиардеров в нашем регионе. И надо сказать, что наш регион уникален в том смысле, что если мы исключим самые богатые страны, то среди развивающихся стран в нашем регионе непропорционально много миллиардеров. У нас богатство миллиардеров, как доля глобального богатства миллиардеров, больше, чем наша доля в глобальном ВВП. И это не всегда было так. Еще 15 лет назад это было не так. Хотя неравенство с точки зрения опросов домохозяйств не выросло за последние 15 лет, богатство самых богатых выросло и выросло существенно. Но это не самое проблематичное. Самое интересное с точки зрения наших миллиардеров, это то, откуда у них взялось богатство. И вот здесь мы посмотрели на источник происхождения богатства. В нашем регионе, в единственном из всех регионов мира, большинство богатства миллиардеров объясняется природными ресурсами. Не нужно думать, что природных ресурсов нет в остальных регионах. Просто в других регионах, очевидно, природная рента облагается налогом таким образом, что миллиардные состояния создаются в других отраслях, а не в этой отрасли. В то время как в нашем регионе действительно вот этот столбик, больше 50% это related to natural commodities, то есть это природные ресурсы. А что касается регулируемых секторов, сельского хозяйства, финансы, розничный сектор и обрабатывающий промышленность, инновации, это все не то, где наши миллиардеры умеют зарабатывать деньги. Опять-таки, это в среднем по региону, и опять-таки, естественно, речь идет в первую очередь о таких странах, как Россия, Казахстан и Украина. Когда мы говорим о том, что с этим делать, мы, естественно, задаем вопрос, а правильно ли мы поставили диагноз. И это очень важно. Когда люди говорят о неравенстве, часто они имеют в виду бедность, часто они имеют в виду неравенство, а иногда они имеют в виду именно проблему концентрации богатства на самом верху. Надо сказать, что мы, естественно, не против богатых. Но люди обеспокоены не тем, что в стране слишком много богатых, а тем, что богатые могут использовать свое богатство для непропорционального влияния на политические процессы. У нас, в наших странах, есть много людей, которые действительно обладают индустриальными активами. Деньги, заработанные в своей бизнес-империи, они вкладывают во влияние на политические процессы, в приобретение средств массовой информации, для того, чтобы повлиять на правила игры и заработать еще больше денег в своих индустриальных империях. Каким образом? Защитив их от конкуренции, изменив правила налогообложения и так далее, и тому подобное. И вот такой замкнутый круг – это, естественно, не изобретение, и никакое это ни бином, ни тона. Наверное, в недавней истории первым в макромасштабах этим начал заниматься один южноевропейский политик, который лично, на самом деле, управлял своей страной многие годы. И многие из наших политиков и олигархов научились у него этому искусству. Как с этим бороться? Естественно, речь идет о налоге на богатство, налоги, в первую очередь, на то, что называется непродуктивное богатство, то есть на наследство и на природную ренту. Речь идет о повышении качества институтов госуправления, судебной системы, стандартов, корпоративного управления прозрачности. Речь идет и о конкурентной политике. Мы должны сделать так, чтобы средства массовой информации, политические процессы были защищены от влияния богатства и, в свою очередь, не позволяли изменять правила игры, создание монополий, создание неправильных преимуществ для предприятий, которые владеют политикой. В некоторых из наших стран операций есть четкие правила по поводу раскрытия источников ресурсов политических партий, собственников СМИ, и это, естественно, очень правильно. Что касается бедности, я не буду об этом говорить, потому что это такой вопрос, который хорошо изучен, и на самом деле в наших странах в первую очередь нужно думать не о бедности, а действительно о вот этих двух проблемах, о богатстве на самом верху и неравенстве. Что касается неравенства, то для экономистов гораздо более приемлемым является не перераспределение доходов, а то, что мы называем прераспределение, при дистрибьюшн, распределение возможностей, обеспечение равенства возможностей. И я немножко поговорю об этом чуть позже, но в целом речь идет о доступе к общественным благам, к образованию, включая дошкольное образование, к медицине, к финансовым услугам и к мобильности. Это все вещи, которые тоже не являются биномом, но, к сожалению, до сих пор у нас здесь больше проблем, чем решение. Давайте я поговорю теперь и о вопросах, которые вызывают, как правило, больше интереса. Часто предыдущие цифры люди критикуют, потому что они говорят, что доход сегодня и доход до начала реформ – это разные вещи. Покупательная сила рубля в советской экономике и в рыночной экономике – это разные вещи. Нельзя ли посмотреть на что-нибудь более осязаемое? Нам хотелось бы, конечно, путешествуя во времени, измерить качество жизни. Таких данных практически не осталось. И мы, как палеонтологи, исследуем, как называется, окаменелости. Что это за окаменелости? Что отпечаталось от того времени в том, что мы можем поверить? Мы измеряем рост людей. В этом опросе мы пытаемся понять, насколько высокими выросли те люди, которые родились в начале реформ. Почему это важно? В экономической науке есть устойчивые результаты, которые говорят о том, что если в первые пару лет своей жизни выросли в неблагополучном окружении, как с экономической, так и с социальной точки зрения, вы вырастете не таким высоким человеком. И с этим, конечно, связано то, что более молодые люди во всех странах мира, как правило, выше. Если вы посмотрите на своих родителей, друзей, вы увидите, что действительно их жизнь была более тяжелой, их хуже кормили, и они выросли не такими высокими. Так вот, оказывается, что когда мы смотрим на тех, кто родился во время реформ, эти люди выросли на один сантиметр короче. Это важный результат, это огромная величина. Только кажется, что один сантиметр – это немного. Когда мы смотрим на тех людей, которые росли в ситуации, когда в их стране был вооруженный конфликт, это тоже примерно один сантиметр. В этом смысле социально-экономические издержки реформ были огромными. И, к сожалению, это тот факт, который мы обнаруживаем в этом отчете, что то, что доходы упали – это не просто какая-то проблема измерения или статистики. До сих пор мы чувствуем, мы можем увидеть то, что люди, которые родились во время реформ, выросли не такими высокими, как люди, которые родились до них и после них. И это то, что мы можем наблюдать прямо сейчас среди тех, кто наконец дорос до взрослого возраста. И это впервые, этот результат получен впервые. Почему? Потому что до этого эти люди еще продолжали расти. До этого я хотел бы рассказать какие-нибудь хорошие новости. И хорошие новости заключаются в том, что за последние 6 лет уровень удовлетворенности жизни в наших странах существенно вырос. Что это за показатели? Мы спрашиваем людей, согласны ли вы с тем, что ваш уровень удовлетворенности жизни, что вы удовлетворены жизни. И они говорят, да, нет, скорее да, скорее нет и так далее. На этом графике по вертикальной оси отложен процент тех, кто говорит да или скорее да. По горизонтальной оси отложен доход ВВП на душу населения. И каждая стрелочка – это движение от 2010 года до 2016 года. У некоторых стран стрелочек нет. Например, Швеция, Великобритания и Франция участвовали в вопросе только в 2010 году. И наоборот, Греция и Кипр участвовали в вопросе только в 2016 году. Для остальных стран у нас есть стрелочки. Значит, что важно отметить на этом графике? Раньше в наших странах наблюдалось то, что называется transition happiness gap. Анормально низкий уровень удовлетворенности жизни с точки зрения дохода. Это означало, что люди, которые жили в посткоммунистических странах, были менее счастливы, чем люди с таким же доходом, которые жили в других странах. И вот на этом графике это хорошо видно. Давайте сначала забудем о трех центрально-азиатских странах и попробуем сделать вот такой эксперимент. Вот эта нижняя линия тренда – это линия тренда в 2010 году для посткоммунистических стран. Давайте посмотрим, где лежат не посткоммунистические страны относительно этой линии тренда. Италия лежит более-менее на линии тренда в 2010 году. В 2016 гораздо ниже. Но в 2010 примерно там. Но все остальные западные страны лежат существенно выше линии тренда в 2010 году. И это подтверждает те результаты, о которых я говорил. Самые разные источники данных показывают, что до недавнего времени люди, которые жили в посткоммунистических странах, были менее удовлетворены жизнью, чем люди с тем же уровнем дохода в других странах. И я готов долго говорить, почему это произошло. Это связано и с проблемами макроэкономической нестабильности, и с изменениями в уровне образования, доступе к общественным благам и так далее. Но что изменилось в 2016 году? Вот эта верхняя линия тренда, это линия тренда для посткоммунистических стран в 2016 году. Она выше. За эти несколько лет, по мере восстановления после кризиса, в наших странах уровень счастья вырос, и вырос очень быстро. И теперь, если мы сравним эту линию тренда с другими странами, которые не являются посткоммунистическими, мы видим, что Германия находится теперь практически на линии тренда. Италия существенно ниже линии тренда. Турция примерно на линии тренда. Греция и Кипр под линией тренда. И это наш опрос. Но мы также проверили, что происходит в опросе, который называется World Gallup Poll, мировой опрос фирмы Gallup. И там получаются примерно те же результаты, хотя там не 34 страны, а 120 стран. Ну и, наконец, давайте я вам скажу, что происходит здесь. Центрально-азиатские страны всегда попадают в этот самый левый верхний квадрат. Они очень бедные и, с другой стороны, очень счастливые. И это объясняется тем, что есть культура ответа на вопросы в таких родах опросах в центрально-азиатских странах. Если вас спрашивают, согласны ли вы с утверждением, что 90% людей говорит согласны. Ну, в данном случае не 90%, а 70%. И Казахстан не является в этом смысле центральной азиатской страной. Он находится среди всех стран в облаке. Туркменистан – это страна, в которой мы не проводили опрос. Остальные три центральных азиатских страны находятся здесь. Да, вот, собственно, Беларусь, которая находится примерно в окружении других стран. И в этом смысле это, скорее, хорошая новость. Давайте я пропущу все эти регрессии. Покажу вам график про рост. Вот это график того, насколько высокими являются люди в зависимости от того, когда они родились по отношению к году начала реформ. Минус 50 означает, что в момент начала реформ людям было 50 лет. Минус 40 означает, что им было 40 лет. Это люди на 10 лет моложе. Неудивительно, что они на пару сантиметров выше. И такой же возрастающий тренд наблюдался во всех странах, не только в посткоммунистических. Но в посткоммунистических странах у нас есть вот этот интересный эпизод, когда этот тренд резко прекращается, рост падает, а потом уже через некоторое время возобновляется. И это просто графическая иллюстрация. Мы, естественно, прогнали много регрессий, сделали аккуратные эконометрические анализы, показали, что это не только на графике. Это можно увидеть, если вы контролируете на самые разные обстоятельства. Вашей жизни. Я пропущу это, но просто скажу, что речь идет об одном сантиметре. Кто именно пострадал от реформ больше, мы смотрим на этот эффект в зависимости от того, например, какой был уровень образования у родителей, какая была работа у родителей. И мы видим, что в основном реформы были болезненными для тех людей, которые родились в менее образованных семьях. И это означает, что именно менее образованные семьи, семьи с более низким уровнем дохода, пострадали от реформ гораздо больше. Если мы будем говорить о людях, у которых оба родителя имели высшее образование, для них этот самый один сантиметр превращается в 0,3 сантиметра, 0,2 сантиметра или даже неотличим от нуля. В России мы сделали отдельное исследование. В России существует панель, то есть можно посмотреть на одни и те же семьи за много лет. И можно посмотреть на братьев, которые родились у одних и тех же родителей, один из которых родился во время начала реформ, а другой до или после. И мы видим, что на самом деле этот эффект наблюдается и в России, и он даже больше, и он составляет 1,5, 2 или даже 3 сантиметра. На самом деле следующий вопрос заключается в том, окей, эти люди родились в тяжелое время, теперь они выросли. Насколько у них жизнь хуже, чем у тех, кто родился до реформы или после реформы? И интересно, что мы не видим того, что жизнь у них хуже. И эти результаты отличаются от того, что мы видим в Латинской Америке или Африке. Там, если вы растете в неблагополучной семье, вы растаете короче, получаете меньше образования, получаете более низкую зарплату. В наших странах ничего такого нет. Если уж что-нибудь и есть, то эти люди, которые родились во время реформ, они получают больше образования и они являются более удовлетворенными жизнью. И в этом смысле это история, которая опять-таки возвращает нас к истории про удовлетворённую жизнь и счастье. Переход к рынку не был катастрофой с точки зрения сегодняшних молодых людей. Возможности, которые открылись для них и для самореализации, для получения образования, компенсируют тот 1 сантиметр, который они потеряли. Надо сказать, что люди, которые родились после реформ, скорее всего, ещё просто не закончили учиться, и, может быть, они будут ещё более образованными и счастливыми. Но люди, которые родились до реформ, менее счастливы, чем те люди, которые родились после реформ. Опять-таки здесь есть эффекты распределения. Опять-таки, если мы будем спрашивать, кто более счастлив среди людей, которые родились во время реформ, это люди, которые родились в благополучных семьях, с высоким уровнем образования. А для людей, которые родились в семье, где у матери, например, нет никакого образования или только первичное образование, для них уровень удовлетворённости жизни был ниже. Теперь я хотел бы сказать всего лишь несколько слов о неравенстве возможностей. Что такое неравенство возможностей и как мы его измеряем? У нас есть показатели, ну, например, неравенства доходов. Вопрос, насколько это неравенство доходов, определяется факторами, на которые люди, граждане этой страны не могут повлиять. Например, место рождения, уровень образования родителей, пол, насколько женщинам труднее добиться того же, что и мужчинам, этнические факторы и так далее и тому подобное. И вот такой анализ мы провели для всех наших стран. И мы можем сказать, что в некоторых странах половина неравенства объясняется неравенством возможностей. В некоторых странах треть или четверть, или даже пятая часть. Неравенство возможностей – это, естественно, огромная проблема, потому что мы считаем его несправедливым и неэффективным. Страны, и мы в отчете рассказываем, показываем регрессии, которые доказывают, что страны, в которых неравенство возможностей высоко, это те страны, где люди считают реформы неудавшимися, не поддерживают рыночную экономику и не поддерживают демократическую политическую систему. Это и неэффективно, потому что если талантливый человек рождается в неправильной семье, он не может реализовать свой потенциал, и все общество и вся экономика в целом, естественно, проигрывает. Ну вот распределение разных стран по неравенству доходов и неравенству возможностей. Вы видите, что эти вещи хорошо коррелируют друг с другом. Почему? Потому что если у вас есть неравенство возможностей, то есть если вы родились в богатой семье, вы будете богатым, а если в бедной, то вы будете бедным, то вот общий этот рост неравенства, который мы наблюдали в наших странах, он будет самовоспроизводиться. И наоборот, если у вас есть неравенство доходов, то дети, которые родились в бедной семье, скорее всего, не получат доступа к хорошему образованию и, соответственно, возникнет неравенство возможностей. И для того, чтобы разорвать этот порочный круг, действительно нужна социальная экономическая политика, которая обеспечивает доступ к хорошему образованию даже бедным детям, даже детям из необразованных семей. Ну, чтобы привести пример, скажу, что Беларусь с этой точки зрения является типичной страной, в ней неравенство возможностей – это примерно 10% пунктов Gini, то есть из того коэффициента Gini, который мы обнаружили в нашем опросе, 30 в нашем опросе, такой коэффициент получается для Беларуси, из этих 30% пунктов 10 объясняются факторами, на которые люди не могут повлиять, а оставшиеся 2 трети неравенства объясняются факторами, на которые люди могут повлиять. Что это за факторы? В наших странах главные проблемы – это образование родителей, и вторая проблема – это пол или гендер. И в Беларуси – это то же самое. В Беларуси есть, естественно, разрыв между сельским и городским населением, но в целом в наших странах пол является ключевым фактором, опережающим разницу между городом и селом. Я хотел бы рассказать еще одну вещь – это влияние образования. Это история о том, что в нашем регионе, несмотря на стереотип, что качество образования низкое, как ни странно, образование по-прежнему приносит более высокую зарплату. Люди с высшим образованием зарабатывают при прочих равных на 30% больше. И это доходность образования, которая есть и в некоторых западноевропейских странах. В Америке это было бы не 30%, а 40% или 50%, но тем не менее. Интересно, что это не влияет на разрыв между мужчинами и женщинами. В нашем регионе женщины имеют доступ к образованию. Женщины, если и имеют какие-то отличия от мужчин, они более образованы, чем мужчины. Но, как ни странно, и образованные, и необразованные женщины отстают от соответствующих категорий мужчин примерно на 20-25%. И в этом смысле, если кто-то задает вопрос, как преодолеть разрыв между женщинами и мужчинами, здесь нет проблемы с доступом к образованию, как в некоторых других странах. В наших странах проблема не в образовании. Проблема, очевидно, в распределении рабочих мест среди людей, среди мужчин и женщин с одинаковым уровнем образования. Буквально пару слов я хотел бы сказать о доступе к финансовым услугам. То, что мы сделали, мы использовали три разных набора данных, включая этот самый опрос, но включая и другие наборы данных, чтобы посмотреть, какой есть доступ к финансовым услугам. И до семинара, до нашей конференции люди спрашивали меня, как обстоят дела в Беларуси с доступом к банковским картам, кредитам, депозитам и так далее. И вот расположение разных стран в наших странах, это эти самые треугольнички, квадратики и так далее, это доступ к банковскому счету, дебетовой карты и кредитной карты. И мы видим, что во всех странах, чем богаче страна, тем больше доступ к финансовым услугам, кредитных карт гораздо меньше, чем банковских счетов и дебетовых карт. Беларусь не является здесь никакой особенной страной, ее показатели лежат на тренде. Но в целом, конечно, по мере того, как Беларусь будет развиваться и строить свою финансовую систему, очевидно, что будут и развиваться доступ к финансовым услугам. Я скажу еще пару слов про то, что мы видим в нашем регионе, разницу между молодыми и пожилыми, мужчинами и женщинами. Наш регион является достаточно разнородным, и в нашем регионе старшие поколения имеют меньший доступ к финансовым услугам, но эти различия разные в богатых и бедных странах нашего региона. В бедных странах женщины и в молодых, и в старших поколениях имеют меньше доступа к финансовым услугам. В более богатых странах, что включает в себя и Беларусь, среди людей среднего возраста и молодых людей нет гендерных различий. Все различия между мужчинами и женщинами в доступе к финансовым услугам являются, во-первых, небольшими, а во-вторых, сосредоточенными в старших поколениях. Еще один вопрос – это роль иностранных банков. Мы можем измерить, в каком городе сколько национальных банков, госбанков, иностранных банков. И мы видим, что иностранные банки действительно облегчают доступ к финансовым услугам. Но в первую очередь это работает для людей из среднего класса, для людей, у которых высокий уровень дохода или потребления, для людей, у которых есть хорошая работа, для людей, у которых есть машина, образование и так далее. И в этом смысле нужно понимать, что для самых бедных нужны не только иностранные банки. Я бы на этом, наверное, хотел бы закончить и просто еще раз напомнить то, что мы узнали. Опять-таки я не мог рассказать обо всех результатах, и даже если бы я прошел через всю презентацию, я не мог бы рассказать о всех тех интересных вещах, которые мы обнаружили, о которых написали в отчете. Но в целом, если говорить о тех основных выводах, о которых этот отчет, во-первых, переход к рынку был очень болезненным. И мы до сих пор видим это, измеряя рост людей, которые тогда родились. Это не значит, что эти люди несчастные или счастливые. Они являются скорее более счастливыми, чем несчастными. Но тот факт, что они ниже, означает, что их семьи 25 лет назад жили трудно. Это намного труднее, чем семьи, которые рожали детей до или после реформ. Что касается отставания от развитых стран, мы видим, что в среднем регионе реформы привели к сокращению этого отставания. И в этом смысле это успех. С другой стороны, этот успех в разной степени привел к росту доходов богатых и бедных. Более богатая часть населения в большей степени выиграла от реформ, приблизилась к развитым странам. Более бедные люди видели рост доходов, ощутили рост доходов. Но этот рост доходов был ниже, чем рост доходов богатых стран. И лишь меньшинство, 44%, может похвастаться тем, что их доходы сократили отставание от доходов стран большой семерки. И в этом смысле, когда мы говорим об этих результатах, нужно понимать, что когда вы разрабатываете реформы, вы должны думать о том, что будет с поддержкой или отторжением реформ. Если в первые годы реформ они приводят к социально-экономическим издержкам для большинства населения, то действительно есть опасность того, что оппоненты реформ, в том числе и популисты, придут к власти, развернут реформы вспять. Хотя в целом наши результаты показывают, что реформы работают, реформы успешны, реформы приводят к росту благополучия, по крайней мере удовлетворенности жизни. Тем не менее, может оказаться так, что тот факт, что эти реформы вначале приводят к снижению доходов, уровня жизни и так далее, этот факт приводит к обращению реформ спять, к замедлению реформ. И когда мы думаем о дизайне реформ, мы должны думать именно об этом. Вот этот план, что давайте немножко потерпим, а потом все будет хорошо, этот план может не сработать, потому что пока мы будем терпеть, большинство проголосует за противников реформ, и эти реформы никогда не будут доведены до конца. И в этом смысле, когда мы разрабатываем реформы, мы должны думать о таком сценарии, где те, кто проигрывает эту реформу, компенсируются с самого начала. Мы разрабатываем политику, которая снижает издержки от реформ для этих людей, с самого начала, а не пробуем убедить их в том, что для нашего блага лучше пусть они потерпят, немножко осталось не так долго терпеть. Один из уроков этого упражнения заключается в том, что терпеть в некоторых странах пришлось очень долго. Отставание по счастью, по удовлетворенности жизни сократилось лишь через 25 лет. И когда с нами разговаривают люди из западных стран, которые говорят, вот мы сейчас проведем реформы рынка труда или пенсионной системы, вы нам говорите, что следы реформ будут сглажены только через 25 лет. Не долго ли это ждать? Мы обычно отвечаем, что ваши реформы и наши реформы – это разные вещи. У нас речь шла о полном сломе системы, полном редизайне всех социально-политических и экономических институтов, а у вас речь идет о пенсионной реформе или реформе рынка труда. И в этом смысле нужно ожидать, что, грубо говоря, реформа рынка труда в Италии – это менее болезненная реформа, чем переход к рынку, грубо говоря, в России. Но, тем не менее, вот сама эта идея, что если у вас есть реформа, с самого начала думайте о социальных последствиях, потому что если те, кто проигрывает от реформ, составляют большинство, вы можете не увидеть окончание реформ, вас просто сметут. И в некотором роде это будет скорее закономерность, чем исключение. Я остановлюсь здесь. Спасибо большое. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Сергей. Сейчас время вопросов. Но напомню, когда вы регистрировались, было у вас право задать вопрос при регистрации. Вопросов оказалось много. И мы приносим извинения, что на все вопросы Сергей не сможет ответить. По определенной процедуре мы выбрали шесть вопросов. Я вот сейчас думаю, почему шесть? Не-не, мы разработали, эксперт, то есть там определенные, участвовало несколько человек. Но почему шесть? Я вот сейчас пытался понять. Наверное, что не пять, а не семь. Вот так мы выбрали. Поэтому сначала Сергей ответит на эти шесть вопросов, они у него есть. Потом у нас будет время на вопросы из зала. Будут четыре микрофона. Но у нас на все с вами полчаса. Дальше, я напоминаю, у нас будет легкая тусовка. И можно будет пытаться атаковать Сергея и Александра, так сказать, в более неформальных условиях. Да, вопрос такой. Главной темой доклада является равенство. Разные организации, в том числе и БРР, указывают на рост неравенства в нашем регионе и мире. В целом за последние десять лет в недавнем докладе Оксфама, подготовленном для Даводского форума, утверждается, что суммарно 62 самых богатых человека планеты владеют тем же количеством богатства, как и 3,5 миллиарда наиболее бедных людей, то есть половина населения Земли. С вашей точки зрения, каковы причины роста имущественного неравенства в последние десятилетия? Этот рост совпал с экстраординарными мерами центральных банков и правительства по противодействию рецессии? Связано ли это с тем, что большой бизнес нашел общий язык с большим государством? Или это проявление врожденных дефектов капитализма? Это на самом деле очень хороший вопрос. Как ни странно, в целом в мире неравенство скорее сократилось. Если верить данным Милановича, который смотрит на глобальное распределение доходов, то глобальный коэффициент GINI, глобальный показатель неравенства сократился на 3% пункта за 20 лет до кризиса, а еще после кризиса еще на 3%. На самом деле кризис всегда приводит к снижению состояния самых богатых. Кроме того, фискальный стимул, антикризисные меры тоже скорее помогают бедным, чем богатым. Не все так просто, когда речь идет о нетрадиционных мерах денежной политики, количественном смягчении, потому что часто это приводит к восстановлению цен на акции, которые достаются богатым и так далее. Но тем не менее, в целом, с глобальной точки зрения, в мире, если мы возьмем мир как единое общество, уровень неравенства снизился. И как я показывал на этом графике, многие люди в бедных странах серьезно выиграли от глобализации. Если мы подумаем над тем, сколько людей жило на 1 доллар в день 35 лет назад, это будет 40%. Сегодня, если мы пересчитаем правильно этот самый 1 доллар на сегодняшние цены, это будет 10%. И в этом смысле не нужно говорить о том, что это было плохо. На самом деле мировая экономика росла, неравенство сокращалось. Но внутри некоторых стран, включая страны с переходной экономикой, внутри богатых стран мы видели рост неравенства. И это связано, внутри переходных экономик, очевидно, это связано с тем, что при переходе от системы, где все получают одну и ту же зарплату, в систему, где есть возможность для предпринимательства, очевидно, растет разрыв между зарплатой квалифицированных и неквалифицированных людей. Но плюс к этому, если одновременно не создаются инструменты поддержки уязвимых слоев населения, то, естественно, неравенство увеличивается больше, чем оно должно было бы быть. И это часто связано с тем, что переход к рынку состоялся в момент, когда у государства кончились деньги, и денег на поддержку самых бедных не было. Наверное, все-таки были, но реформаторы почему-то забыли об этом подумать. И если вы говорите с реформаторами, которые проводили реформы, многие из них на самом деле говорят, это была наша самая главная ошибка. При этом нельзя сказать, что в вашингтонском консенсусе об этом не сказано. Если вы откроете вашингтонский консенсус, там прямо есть такая строчка – social safety nets. Пожалуйста, не забудьте про social safety nets. Как, впрочем, там написано – property rights. Не забудьте про property rights. Но почему-то люди думают, что вашингтонский консенсус – это только либерализация и так далее. В развитых странах ситуация другая. Ситуация связана с технологическим прогрессом, техническим прогрессом и глобализацией, который приводит к тому, что называется поляризация рабочих мест. Job polarization. Где в последние 30 лет в развитых странах создавались рабочие места? Среди самых высококвалифицированных слоев населения и самых низкоквалифицированных. Высококвалифицированные – это инженеры, исследователи, консультанты, врачи. Это те люди, которые работают на глобальном рынке. Бизнесмены работают на глобальном рынке. Выигрывают от более эффективных технологий. Выигрывают от глобализации. Там создаются рабочие места. Там растут зарплаты. Рабочие места создаются также и в самом низу пирамид. Это неквалифицированные ручные рабочие места, где нельзя ни заменить людей автоматом, пока, ни аутсорсить эти места. Например, уход за больными – типичный пример такого рабочего места. А вот в середине, то, что называется routine manual или routine cognitive jobs, клерки, рабочие – это места, где аутсорсинг и автоматизация удаляют эти рабочие места с рынка. И люди, у которых раньше было такое рабочее место, либо вынуждены получить более низкоквалифицированное рабочее место с потерей статуса и зарплаты, либо уйти с рынка труда. И сегодня, например, мы говорим, что в Америке безработица является очень низкой. Она ниже, чем до начала кризиса. Но мы не говорим о том, что в Америке резко снизился процент экономически активного населения. Если раньше среди мужчин среднего возраста 95% были заняты или искали работу, то сегодня этот показатель 85%. Эти 10% мужчин, они не работают. Многие из них получают рецепты для более утоляющих средств. И многие из них переходят на сильные наркотики и умирают. На самом деле сегодня в Америке растет смертность среди белых мужчин, сокращается продолжительность жизни среди белых мужчин. Мы видели это в России и Украине в 90-е годы, теперь мы видим это в Америке. Конечно, масштабы совершенно другие, но тем не менее, сам факт этого говорит о том, что есть проблемы. Как решать эти проблемы? Все то, о чем я говорил. Непрерывное образование, переобучение и так далее и тому подобное. Второй вопрос. Тема реформирования института госсобственности на постсоветском пространстве актуальна всегда. С чего нужно начать реформирование этого института? Конкретные шаги. Три самых первых, главных. Ну здесь, как ни странно, все очень просто. Не все хотят реализовывать эти шаги, но шаги эти всем известны. Во-первых, необходимо создать собственника. Пусть это будет государственный собственник, но, по крайней мере, прозрачная структура собственности. Госактивы должны быть, назовем так, в фонде управления госимуществом. У этого фонда у самого должны быть правильные стимулы, структура управления. Вполне возможно, что доходы от управления имуществом могут поступать в бюджет, могут поступать в пенсионный фонд, могут быть бонусы за то, что эти доходы высокие и так далее и тому подобное. А что-то в этом роде было сделано еще в 90-е годы, например, в Гонконге, когда во время кризиса вдруг оказалось, что государство накупило активов. И продавать их немедленно привело бы к обвалу цен, поэтому они их не продавали, управляли ими хорошо. Значит, следующий вопрос – это что делать с компаниями. Компании должны быть компаниями, то есть у них должно быть корпоративное лицо, отчетность, и у них, конечно, должен быть совет директоров. В этом совете директоров должны быть независимые директора, у которых тоже должны быть правильные материальные и репутационные стимулы и так далее и тому подобное. Все это абсолютно известные вещи. Почему это не делается во многих постсоветских странах? Именно потому, что у госсобственности есть важное преимущество для политиков. Ей можно пользоваться для политических целей. Частная собственность, особенно если это настоящая частная собственность, защищенная законом и судом, это независимый игрок. Государственная компания – это то, чем политики хотят пользоваться для решения своих политических целей. Люди, которые работают на госпредприятии, знают, что если их попросят правильно поголосовать, они так и сделают. Люди, которые управляют госпредприятием, знают, что если их государство попросит пожертвовать деньги на этот социальный проект или на эту политическую компанию, это сделают. И в этом смысле, конечно, никто не хочет утратить контроль над госпредприятием. И вот те шаги, о которых я сказал, конечно, не решат всех проблем, но, по крайней мере, сделают управление более прозрачным и эффективным. Насколько высоки риски для стран, находящихся в транзите, стран со слабыми и неэффективными государственными институтами, что попытки выровнять неравенство приведут лишь к новым, другим формам неравенства, но еще с более высокими транзакционными издержками? На самом деле, это очень правильный вопрос. И действительно, это то, о чем я говорил, когда говорил об олигархах, контроле над СМИ. Политиками и так далее. Против таких олигархов часто выступают популисты. И тогда возникает другая модель, когда у вас есть политик-популист, который контролирует и политическую систему, и средства массовой информации, и экономику. И часто люди говорят, что третьего не дано, что вы должны выбирать либо между олигархом и диктатором. И у меня даже есть такая научная работа, которая называется «Dictators and Oligarchs». И мы показываем, от чего зависит выбор между этими двумя моделями. Эти слова, на самом деле, они придуманы не сейчас. Их можно найти в работе Аристотеля, которая так и называется – «Политика». И у Аристотеля шесть систем управления государством. Диктатура и олигархия, точнее, тирания и олигархия – это две из них. Ну и есть, естественно, и демократия. Демократию, на самом деле, Аристотель не любил, он считал ее чем-то вроде ахлократии, не считал, что народу нужно доверять. Но у него есть и другая форма, похожая на демократию, она называется по-другому, которая, мне кажется, просто называется «Полоте», то есть правильный город, правильное общество. То есть, в принципе, конечно, среди стран с переходной экономикой мы видим страны, в которых построены нормальные институты. Как ни странно, или как ни очевидно, это в основном страны, которые решили вступить в Евросоюз, но есть и страны, например, типа Грузии, которым удалось побороть коррупцию. Конечно, там есть и откат от реформы, и так далее, и тому подобное, но, тем не менее, не нужно думать, что все страны обречены. Дельда Макклоски в одной из публикаций указывает на то, что сама формулировка вопроса о нерависти как проблеме уже предполагает основную часть ответа. На каком языке современной экономической науки можно рассуждать о нерависти так, чтобы минимизировать идеологическую составляющую? Насколько именно так по-разному и как по-разному эта проблема стоит для теоретической и эмпирической экономики? Это, на самом деле, очень важный момент, о котором мы говорим в отчете, о котором я успел сказать только вскользь в презентации. Вот почему. По вопросу того, нужно больше или меньше неравенства, споров много. Грубо говоря, республиканская партия в Америке считает, что должно быть неравенство, бездельники не должны получать халяву. А в демократической партии, точка зрения другая, общество является хорошо работающим, только если уязвимые слои общества получают поддержку. И эти споры, их трудно разрешить. В чем и демократы, и республиканцы согласны друг с другом? Это в том, что не должно быть неравенства возможностей. Что у человека, где бы он ни родился, должны быть те же самые карьерные перспективы. И это то, о чем мы говорим здесь. И есть и теории на эту тему, связанные с философией неравенства или равенства возможностей. Есть такая великая работа Роллза, которая называется «Теория справедливости» конца 60-х годов. И есть целый ряд формальных теорий, аксиматических теорий равенства возможностей. И есть эмпирика, о которой я говорил. Это то, как при помощи данных мы можем измерить, какая часть неравенства распределения доходов, определяется неравенством возможностей. И этот язык, он абсолютно эмпирический, внеидеологический. И он связан с консенсусом по поводу того, что неравенство возможностей – это плохо. Беларусь объявила достаточно широкую повестку реформ по либерализации экономики, насколько они могут быть успешными без институциональной трансформации. Судебная система, выборная система, изменение механизмов принятия государственных решений. Ну, надо сказать, что бывают самые разные прецеденты. И действительно, вот в Китае пока нет выборов на национальном уровне. Хотя в Китае, на самом деле, многопартийная политическая система. Об этом не все знают. Но одна из партий является правящей уже больше 60 лет. Сингапур или Корея – это тоже примеры, где демократизация началась после успешных реформ. В чем отличительные черты таких режимов? В чем, например, отличительная черта китайской политической системы от нормальной диктатуры в бедной коррумпированной стране? Отличие как раз в том, что в Китае есть регулярная ротация руководства. Каждые 10 лет проходит смена всей верхушки. И есть меритократия. Так проходит ротация, образуются вакансии на самом верхнем уровне. Возникает вопрос, кого назначить на эту позицию. Выбирают тех провинциальных лидеров, в провинции которого был более высокий темп экономического роста. Остается незаполненная вакансия в этой провинции. Провинции на эту позицию назначают. Опять-таки на меритократических принципах и так далее. И в этом смысле Китаю при помощи вот этих полуконфуцианских принципов удалось воссоздать те механизмы, которые в демократических странах работают сами по себе. В демократиях есть много важных преимуществ, которые позволяют защитить права инвесторов от экспроприации, создать механизмы, которые позволяют надеяться на отсутствие катастрофических сценариев и так далее. Что с точки зрения социальной справедливости лучше? Когда в стране очень высокая дифференциация населения по уровню доходов или когда она практически отсутствует? Но я бы сказал, не то, не то не является хорошим. Нужно вознаграждение с навыков, талантов и удачи, иначе люди перестанут заниматься предпринимательством. Есть такая научная статья, которая называется «Не все мы можем быть скандинавами». Эта статья говорит о том, что если все страны будут построены по принципу отсутствия дифференциаций, то в мире не будет стимулов к инвестициям и инновациям. Экономический рост остановится. С другой стороны, можно себе представить мир, где есть Скандинавия и Америка. В Америке есть инновации, инвестиции, неравенство и магнит для самых талантливых европейцев. А в Европе, наоборот, есть social cohesion, более высокий уровень равенства, очень высокий уровень жизни, очень высокий уровень удовлетворенности жизни, отсутствие конфликтов. Но, тем не менее, самые талантливые люди из этого мира часто переезжают в Калифорнию. Я не хочу сказать, что, скажем, нордические страны не изобрели многие важные технологические прорывы, в том числе игру Angry Birds или программу Skype. Но, тем не менее, факт остается фактом. Большинство инноваций, конечно, происходят в Калифорнии, а не в более равных по распределению доходов странах. Но это не значит, что правильное решение – это очень высокий уровень дифференциации или очень низкий. Это был номер 6, Павел. Спасибо. Спасибо еще раз, Сергей. Спасибо тем, кто прислал вопросы. Я прошу прощения у тех людей, которые постарались, поучаствовали в этом, и их вопросы не попали на стол. У нас сейчас 10 минут есть на ответы на вопросы, которые существуют в зале. Пожалуйста, когда вы будете задавать вопрос, представьтесь. И потом вопрос. Добрый день. Юрий Романенко, Стокгольмская школа экономики в Риге. Сергей Миратович, у меня к вам был вопрос о технологических изменениях, которые, естественно, один из, как вы сами говорили, один из больших факторов, которые увеличивают неравенство. Если дальше будет продолжаться этот job polarization, и дальше люди, которые близки к технологиям, будут получать диспропорциональную часть доходов, то насколько решение перераспределения будет актуальным? Потому что не придется ли нам перераспределять, опять же, диспропорциональное количество доходов, если эта тенденция будет продолжаться дальше? Это, безусловно, правильный вопрос. И я могу только сказать, не знаю. Действительно, этот вопрос встанет. Я думаю, что мы все-таки будем продолжать жить в мире демократии, а не диктатуры технологических миллиардеров. И поэтому большинством голосов их будут облагать налогами. Сегодня, сейчас во Франции проходит праймерис социалистической партии, одной из двух ведущих партий. Один из, лидирующий кандидат на праймерис предлагает облагать налогом владельцев роботов. А за счет этого платить универсальный базовый доход, даже тем, кто не работает, платить определенный уровень дохода. Эти идеи, на самом деле, обладевают массами, но это не решение, и вот почему. В этом отчете мы говорим об этом. Кажется, что если вы потеряли работу, вам нужно заплатить денег, и вы будете счастливы и довольны этой ситуацией. Это неправда. Если вы потеряли работу, снижение вашего уровня удовлетворенности жизни гораздо больше, чем тот доход, который вы потеряли. И поэтому, безусловно, нужно искать способы находить какие-то рабочие места. Может, это будет действительно социальное предпринимательство, то есть это будет базовый доход. То есть вам платят не потому, чтобы что-то зарабатывать, а потому, чтобы делать что-то полезное для общества. Хотя никто, кроме общества, вам не готов за это платить. Но в целом, если у вас нет карьеры, если у вас нет хорошего рабочего места, вы остаетесь несчастным, и от того, что вам дадут больше денег, вы просто примете больше боли утоляющих. Вот и все. Поэтому эти вопросы являются актуальными. Сейчас они актуальны, в первую очередь, для Америки. Но, естественно, по мере того, как наши страны приближаются к уровню жизни в богатых странах, эти же проблемы будут и у нас. Еще вопросы? Будьте добры там. И кто-то тут руку поджал? Михаил Андреев. Мне интересно, какими бы были ваши первые три распоряжения на посту нашего премьер-министра. При условии, что европейский банк вам денег не дает. Это, как сказать, оксюморон. Если бы премьер-министра делал то, что мы бы хотели там видеть, то мы бы, конечно, давали бы денег. На самом деле наши обсуждения говорят о том, что мы в целом сходимся в оценке ситуации. Оценка ситуации заключается в том, что те темпы роста, которые мы видели в Беларуси до кризиса, больше не могут поддерживаться в этой системе, в этой модели экономического роста. И связано это и с накоплением фискальных рисков, и с проблемами в России. Российская экономика не собирается расти быстрыми темпами в ближайшем будущем. Поэтому нужны новые идеи. Эти идеи заключаются и в повышении качества управления госкомпаниями, и в их приватизации. Все эти вопросы, которые обсуждаются правительством, это те вопросы, где мы примерно говорим одно и то же. Возможно, мы бы хотели видеть, как бы это сказать, ускорение реформ. Но в целом мы также поддерживаем идею, что лучше реформы делать хорошо, чем быстро. Поэтому, когда опять-таки мы говорим о том, что реформу нужно подготовить так, чтобы не повысился уровень бедности, чтобы проигравшие от реформ получили защиту от проблем, мы говорим ровно те же самые слова, что говорят и белорусские чиновники, то, что написано в нашем отчете. И, например, повышение тарифов ЖКХ, которое было проведено так, что у самых бедных есть доступ к субсидиям, это действительно то, что мы рекомендуем. Потому что, когда вы субсидируете всех, естественно, вы даже в большей степени субсидируете богатых, тех, у кого больше квартира, тех, у кого есть кондиционер. Конечно, цены должны быть рыночными, но это не означает, что все должны платить рыночные цены. Те, кто не могут платить рыночные цены, должны получать компенсацию. И это означает, что действительно нужно думать о том, что будет, если во время приватизации будет сокращение занятости. Где будут новые рабочие места для тех людей, которые будут высвобождены в процессе реструктуризации госкомпаний. Это все вопросы, на которые есть ответы, но которые требуют подготовки и серьезной работы. Один важный момент, где я хотел бы поддержать власти, это переход к плавающему валютному курсу, инфляционному таргетированию, независимость Центрального банка. Это все вещи очень важные. Казалось бы, они тоже очень простые, но без макроэкономической стабилизации не будет никаких инвестиций, никакого экономического роста. Инфляция должна быть низкой, предсказуемой, иначе действительно инвестиции будут оставаться на низком уровне, экономического роста не будет. Это тоже очень важный шаг, который нельзя прекратить, перестать, как сказать, нельзя перестать повторять. Это бы я тоже поддержал всеми силами. Следующий вопрос затост Ярослав Романчук, и я прошу, если есть последний вопрос, кто-то захочет, отлично. Спасибо большое. Пожалуйста, туда. Сергей, спасибо большое вам и Европейскому банку The Life in Transition. Великолепное исследование, каждый год, каждая волна, новая информация, новые данные. Равенство и счастье – это нематериальные активы, их пытаются даже интегрировать в некий новый индекс валово-национального счастья. У меня такой вопрос в отношении Беларуси. Если посмотреть на коэффициент Джинни, на то, где находится Беларусь, то одного нематериального актива для достижения вот этих показателей явно не хватает. Он называется «Свобода». Есть многие индексы, которые измеряют свободу. Какой месседж может получить органы госуправления Беларуси, когда они делают акцент на технократических решениях, которых вы сказали, а не понимают корреляцию между долгосрочным инклюзивным развитием и свободой. Не планируете ли вы следующий Life in Transition посвятить теме свободы? Спасибо. Спасибо большое, Ярослав. Вслед за тогдашним президентом России Медведевым. Могу только повторить, что свобода лучше, чем не свобода. И вот, собственно, точка. Здесь мы поставим точку. В следующем году уже не надо писать отчет. Вот мы с вами его только что написали. На самом деле, то, когда мы говорим о приватизации, мы говорим именно об этом. Потому что, безусловно, частный предприниматель в большей степени свободен, чем государственный менеджер, как бы мы не устраивали корпоративное управление в фонде госимущества или госкомпании, совет директоров и так далее и тому подобное. И, безусловно, конкуренцию на рынках легче организовать, когда у вас есть частные предприниматели. Потому что конкуренция между госкомпаниями – это тоже оксимора. Это совершенно другое явление, которое напрямую не имеет отношения к той экономической свободе, о которой мы говорим, когда говорим слово «свобода». Поэтому, когда мы говорим о нормальной инклюзивной экономике с равенством возможностей, конечно, мы полагаем, что когда есть человек, который хочет чем-то заниматься, у него есть свобода этим заниматься. Еще одна вещь, которую я хотел бы сказать, я говорил о том, что люди, которые родились во время реформ, счастливее, чем люди, которые родились до них. Когда мы пытаемся понять, потому ли это, что у них с большей вероятностью сложилась семейная жизнь, больше или меньше детей, есть работа, нет работы, уровень образования, мы видим, что у них больше образования. Но этот эффект образования, который обычно, конечно, приводит к повышению счастья, он не объясняет всей разницы. И единственный нематериальный актив, который может объяснить тот факт, что более молодые люди в наших странах имеют более высокий уровень удовлетворенности жизни, это та самая свобода, возможность самореализации в новых условиях, которые не было в старых условиях. Поэтому я с вами согласен, и мне кажется, к сожалению, мне платят деньги за более длинные отчеты, поэтому этот отчет мы просто положим на веб-сайт, он уже лежит на веб-сайте президента Медведева 2008 года, а начнем заниматься другим отчетом. Это я скажу сразу, какой отчет будет в следующем году. Это очень важный момент, потому что, казалось бы, если у вас есть реформы и рост, но нет инклюзивности, то эти реформы не являются популярными и, соответственно, не являются устойчивыми, они будут опрощены вспять. Но если у вас есть инклюзивность, но нет роста, то это тоже неустойчивая ситуация, потому что вы делите один и тот же пирог, который не растет, это игра с нулевой суммой, это конфликт, и эта ситуация тоже не является устойчивой. Поэтому в следующем году мы будем заниматься исследованиями роста, источниками роста в наших экономиках. Это не такой простой вопрос, потому что многие из наших экономик попали в так называемую ловушку стран среднего дохода, поэтому этот вопрос совершенно нетривиальный. Спасибо. Константин, пожалуйста. Константин Кламиец, у меня вопрос вот такого порядка. Я думаю, что ваше исследование, последний этап проходил, наверное, в начале 2016 года, потому что в 2016 году в Беларуси произошли серьезные изменения, а именно вступил в силу декрет президента о тунеядцах, так он называется в Беларуси, наверное, вы слышали, что-то подобное готовится в России. Происходит существенное ухудшение финансового состояния предприятий реального сектора экономики, как государственного, так и частного сектора. Ставки кредитные, ну, сильно не упали, наверное, банк ЕБР знает о том, что они высокие валютные ставки, и их не каждый может потянуть по финансовому состоянию, ни частный бизнес, ни государственный. Очень серьезно появилось, вы как-то обошли тему бедности, сказали, что это не очень такая тема для постсоветских республик, такая распространенная. Мне кажется, она набирает обороты в Республике Беларусь, она достаточно взрывоопасная. В связи с этим вопрос, вот доступность к финансовым ресурсам, для той части населения, у которого тарифы ЖКХ растут, зарплаты падают, доступность к финансовым ресурсам, лучше вне бюджетным источникам. Хочу отметить при этом, что они есть в Беларуси. Население должно, в первую очередь, удовлетворить свои первичные потребности, что называется, питание и жилище, так сказать. Если получать просто бюджетную субсидию от государства, то богаче от этого не станешь, как бы, да, вы же понимаете, да, должен быть какой-то еще альтернативный выход, как бы, да, отремонтировать квартиру, снизить затраты на эксплуатацию жилья, как бы, да, так сказать, вот реальный кредитов, доступных для населения, в республике нет. Пособий для тех, кто уже не за что кушать, извиняюсь, как бы, в Беларуси уже есть и такие, отсутствует. Размер, как бы, так сказать, пособий по безработице минимальный, там, я не помню его размер, но это несколько десятков долларов, наверное, да. Но смысл в том, что вот, какие ваши будут предложения, насколько можно было бы распространить опыт, скажем так, стран, развивающихся для Беларуси, что бы вы рекомендовали в теме борьбы с бедностью? Спасибо большое. Исследование в Беларуси действительно проводилось в начале 2016 года, может быть, даже в последний месяц 2015 года. Мы действительно хорошо понимаем проблемы, с которыми сегодня сталкивается Беларусь, и, как я уже сказал, есть фискальные риски. Это те же самые риски, о которых вы говорите, когда говорите о финансовом состоянии предприятий и банков, потому что мы говорим о госпредприятиях, госбанках. Это предприятия, долги которых де-факто являются квазисуверенными долгами. И, естественно, все эти проблемы – это одни и те же проблемы, связанные с отсутствием роста, с низким качеством управления компаниями и банками. В этом Беларусь не уникальна. Похожие проблемы – это те проблемы, с которыми сегодня сталкивается Китай. Но у Китая и уровень, и размер проблем совершенно другой. Тем не менее, действительно, такие проблемы есть, и с ними на уровне всей экономики действительно нужно бороться. Как я уже сказал, для борьбы и с неравенством, и на самом деле с бедностью, очень важно, во-первых, обеспечить так, чтобы никто не умер с голоду, у всех было теплое жилье. Это вы правильно говорите. Это само по себе тоже не является тривиальной задачей. Второе – сделать так, чтобы у детей бедных людей был доступ к образованию. И у родителей, и у детей, какими бедными они ни были, был доступ к здравоохранению. Это все непривиальные вещи. В нашем отчете Life in Transition мы спрашиваем людей, что, по вашему мнению, должно быть приоритетом для государства. Во многих переходных экономиках люди говорят «коррупция». В Беларуси люди говорят «здравоохранение». И действительно, очевидно, качество здравоохранения, очереди, очевидно, вызывает и беспокойность людей, например. Бедность в такие годы, когда ВВП падает, что богостарственное дело, скорее всего, растет. И в России, например, бедность выросла впервые за последние 20 лет. Бедность выросла и выросла существенно за время рецессии. Но вот с тем, чтобы это не приводило к катастрофическим последствиям, необходимы те меры, о которых я говорил. Что касается тарифов ЖКХ. Очень правильно, что они будут назначены на коммерческом уровне. Но коммерческий уровень не означает эффективный уровень или рыночный уровень, потому что это не конкурентный сектор. И действительно, там есть потенциал для сокращения издержек, для регулирования. Мы со своей стороны будем инвестировать в муниципальную инфраструктуру, что приведет к более эффективным технологиям ЖКХ и, соответственно, будем надеяться, снижению издержек, которые будут отражаться в более низких тарифах. Никто в наших странах не верит в то, что цены падают. А в Западной Европе цены падают. Действительно, бывают ситуации, когда ветер дует настолько сильно, что в какой-нибудь континентальной европейской стране людям приплачивают за потребление электричества. Потому что электричества слишком много в этот день выработалось. Цены бывают даже отрицательные. Поэтому все это не является невозможным. И мы постараемся помочь Беларуси справиться с этими вызовами. Но, безусловно, если нет экономического роста, то это игра по перераспределению одного и того же пирога. Чтобы пирог рос, нужен экономический рост. Для этого нужна эффективность, для этого нужна конкуренция и приватизация. При этом, как я уже сказал, приватизацию нужно проводить честно, открыто и заботиться о тех, кто может пострадать от приватизации. С интеллектуальной точки зрения, как вы правильно сказали, мы можем выучить уроки из других стран. И такие уроки существуют. И мы об этом говорим в наших дискуссиях с белорусскими чиновниками. С другой стороны, есть много политических проблем, о которых мы с вами говорили. Это много работы. С другой стороны, если ничего не делать, то ничего хорошего не будет. Потому что фискальные риски никуда не деваются. И в отсутствие роста бедность не исчезнет. Поэтому действительно вызовы есть. Эти вызовы, очевидно, являются решаемыми. В Беларуси есть много сильных сторон. Беларусь не находится в зоне вечной мерзлоты или на острове. Она находится в центре Европы с доступом к богатым рынкам, с потенциальным интересом инвесторов из Запада и из Востока, с высокообразованным населением. Поэтому ситуация, естественно, является решаемой. Нужны только решительные действия. И, будем надеяться, они будут предприняты. Спасибо, Сергей. Спасибо вам всем за вопросы. И, конечно, надо сказать спасибо еще раз Европейскому банку, который сделал такое интересное исследование. Я думаю, оно важно с точки зрения Беларуси. Важно с точки зрения вывода дискуссии внутри страны о белорусской экономике из идеологических тисков. Я не могу удержаться, не вспомнить провокационные сфразы Бранка Миловича, когда он в одной из публицистических статей сказал, что только пять стран вошли в дверь капитализма. Польша, Эстония, Армения, Албания и Беларусь. Я думаю, это хорошая тема для обсуждения, что же такое экономика в Беларуси и что такое капитализм. И большое спасибо, Сергей, тебе за твой доклад, за ту работу, которую ты здесь проделал. Я напоминаю, что у нас есть тусовочное пространство и есть возможность... Ну, не атакуйте Сергея и Александра уж так плотно, держите какую-то дистанцию разумную. Спасибо. 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 Спасибо.